В минувшую субботу в деревне Палагина, что по Тверью, поисково-спасательный отряд «Лиза-Алерт» провел полевые учения. Потренироваться приехали добровольцы как из разных районов нашей области, так и соседи из Подмосковья. Роман Быков продолжит. Тверь, Конакова, Калязин, Клин, Дмитров. Такова география добровольцев, прошедших учений поискового отряда «Лиза-Алерт». Среди более чем 50 человек как опытные профессионалы, так и новички. Плюс полицейские из Калининского РУВД. Они вместе с добровольцами занимаются поиском пропавших детей и приехали познакомиться с методиками работы. Сперва всех ждали 4 мастер-класса. На каждой отводилось по часу, после чего группы менялись местами. Вслед за теорией – практика, которая началась с поступления звонка об условно пропавшем человеке. Меня зовут Мария, я из поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт». Нам поступила заявка на поиск «Фиксика». Верно. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Сейчас удобно вам поговорить? Да-да, найти предстояло именно «Фиксика», а еще «Кубика». Такие мультипликационные псевдонимы пропавшим дали не случайно. Ведь по ходу дела надо постоянно выкрикивать имена разыскиваемых. Если им дать реальное имя-фамилию, то это может привести к нежелательным совпадениям. Либо случайные прохожие или жители соседних деревень решат, что и вправду – где-то тут пропал Иванов Иван Иванович. Конечно, учебный поиск проходил в специально ограниченной зоне, но в остальном все было по-настоящему, так как полученные навыки понадобятся уже совсем скоро. Заявки уже приходят, люди начинают выходить в лес. Дальше чем теплее, тем больше заявок мы будем получать. И, соответственно, сейчас, пока у нас еще есть время свободное, мы пытаемся максимально уделить время обучению. Учения завершились успешно. Условно пропавших обнаружили через полтора часа. Ведь это только в песне про фиксиков поется «Поймать их невозможно, нельзя напасть на след». На самом деле, отряд «Лиза-Алерт» может найти кого угодно. Даже если это действительно будет крохотный фиксик из детского мультфильма.